Виктория Каштаненко хочет знать, как я отношусь к цифре сто сто пятьдесят миллионов сталинских репрессий. Ну, смотрите, так сказать, тут как рассматривать, можно рассматривать только Советский Союз, только Россию. И можно рассматривать цифры очень условные, понимаете, то, что бросали во время Второй мировой войны, бросали невооруженных даже людей просто в прорывы, там, где немцы вооруженные. Прорывались. И вот эти железнодорожные войска, там одна винтовка на пятерых, на десятерых, ну, вот эти невооруженные войска бросались в прорывы для спасения. Относить это к жертвам сталинского режима, я бы отнес, потому что это варварство. Относительно к жертвам сталинского режима многочисленные жертвы неразумного использования армии, войск, великими полководцами советскими. Вот. Довольно просто посчитать, знаете, вот, скажем, количество жертв полпоты Ягцари. Это капучи была такая частушка в советские времена. Советский Союз очень большой осторожностью относился к этим экспериментам полпотовским. Я свою капучию заебу замучен. И были последователями французских коммунистов. Те как бы так далеко не пошли, потому что властью не обладали. Вот. А те обладали властью, значит, треть населения была уничтожена. Это от двух с половиной до трех миллионов граммов. Уничтожено садиски. Это капучи. Уничтожено... Уничтожали... Убивали... Не просто там забивали палками, это само собой. Но еще и вот этот вот метод мучительной смерти, когда человек умирает несколько дней. Четыре-пять дней забивали бамбукрую палочку в ухо. Тем, кто очки носит. Слишком умным. И человек умирал действительно долго в течение немецких дней. В назидание всем остальным, всем окружающим. Ну, значит, условно, там, десять миллионов жителей. Значит, два с половиной миллиона четверть убитых. Ну, если просто экстраполировать эту цифру, это неправильно, но... Ну, там получится, так сказать, в мировом масштабе сильно больше, чем 150 миллионов. Вот. А в Советском Союзе, ну, тоже, как считать, УЛАГ, репрессии... Они, правда, довольно часто были точечными. Ну, их очень много было. Скажем, вот то, что Евгения Бекинсбург описывает в крутом маршруте, ее мучения в Бутырке, это период, когда началась кампания против военных. Это уже не ленинградское дело военных, и обнаружили, что они женщины. Там кто-то из коминтерновцев был в камере, что чекисты, КВДшники используют те же инструменты, что и гестапо. То есть они, это известно, обменивались информацией, Учили друг друга добывать информацию. Советский Союз готовил пилотов для Германии, Которой было запрещено развивать После первой мировой военной и военной технологии. Вот. Ну, сложно посчитать, действительно. Есть эта черная книга коммунизма. Значит, на основании этих данных можно говорить о жертвах на уровне 60-80 миллионов. Ну, трудно сказать, но мне кажется, что поражать людей цифрами репрессии неправильно. Я думаю, что и десять тысяч, там, польских военных, физически расстрелянных. Или это варшавское восстание, когда советские войска замерли на другой половине Вислы И позволили фашистам расправиться с восставшими. Потому что Сталин не хотел поддерживать. Ну, вот это демократическое правительство Польши, которое, собственно говоря, призвало к восстанию. И как относить эти жертвы к жертвам сталинского режима, ну, я бы стал. Я думаю, что Сталину надо, так сказать, поставить вину, если бы это был судебный процесс. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Сто миллионов это достаточно, господи, одного миллиона достаточно для этого высадого садиста.